Всем привет, меня зовут Макс, это Ленивый канал, и сегодня мы отправляемся в путешествие по вселенной Икс. А Варион зашел во мне очень, я решил взять что-то более графонистое, что-то более комплексное, и Икс вполне себе подходит под это. Это старая, очень продуманная вселенная, в ее уже четвертой итерации, на самом деле в пятой, потому что был еще Икс Ребес, но не суть. Это большая комплексная игра, и сегодня мы начнем наш путь за земного кадета, в дополнении Cradle of Humanity. То есть, да, мы начнем за землянина. Земляне в вселенной Икс скорее злодеи, чем хорошие ребята. Там все несколько сложнее, но для общности цивилизаций, которая обитает в основном секторе игры, земляне это агрессоры и вообще те еще сволочи. Правда, на самом деле, как я уже говорил, все куда как сложнее. Итак, послушаем брифинг. После эскалации напряженности между объединенным космическим командованием и Содружеством, завершившееся разрушением Торус Этерна, население Солнечной системы было даже обрадовано уединением, которое принесло с собой закрытие прыжковых врат. В изоляции земляне процветали и довольно скоро начали успокаиваться. Оставив позади кошмарные события минувших лет. После начального периода нестабильности правительство ОКК было реструктурировано, и на обломках прошлого был рожден земной протекторат. Теперь, восстановив контакт с сетью врат, мы, протекторат, являемся щитом, доблестно хранящим наших жителей от ксенонской угрозы. Быть может, еще не все фракции признают нас в качестве верховных покровителей, но это лишь вопрос времени. Как видите, у нас достаточно серьезно настроенный диктор, который рассказывает о том, что когда-нибудь мы будем править всем. И что ж, мы попытаемся сделать так, чтобы это стало правдой. И мы отправляемся. Сколько себя помню, я всегда мечтал вблизи увидеть Землю, скромную колыбель рода человеческого. Поскольку я родился на торговом судне на дальней орбите Титана, то, согласно политике протектората, центральная часть Солнечной системы остается для меня закрытой. Так было до тех пор, пока я не сделал карьеру. Недавно я закончил кадетское училище именно ради исполнения своей мечты. Как вы видите, наш персонаж закончил кадетское училище просто ради того, чтобы посмотреть на Землю. Сама Земля является недоступной для большинства жителей земного протектората. Поэтому, да, как бы это странно ни звучало, но побывать на Земле это большая привилегия в этой вселенной. Ну и эту привилегию мы будем реализовывать, наверное. Ну, на Земле мы вряд ли побываем, а вот в самом секторе Земли уж точно как-нибудь побудем некоторое время. Что ж, у нас поначалу небольшая служба в кадетском корпусе, а затем будет вольное путешествие. Но я надеюсь, и в этом вольном путешествии мы будем активно исследовать галактику, противостоять противникам. И вообще, продвигать земной протекторат вперед. Может быть, кстати, мы будем продвигать неземной протекторат, мы построим свою империю, кто знает. У меня уже была маленькая пена в заброшенном секторе. Я смог отстроить там станции, оборону, иметь небольшой флот и даже получить какое-то влияние на галактическом политикуме. Но очень небольшое влияние. В этот раз, возможно, мы пройдем куда дальше. Объяснит мне кто-нибудь, почему из всех дыр на всем белом свете нас угораздило застрять с миссией по обслужению именно здесь, возле Марса. Путник связи. Как видим, наш напарник не слишком доволен ситуацией. Его можно понять. На автопилоте лететь до ближайших спутников куда как проще. Тем более, что он вовремя замедлится. В отличие от видео. Мы развернули новый спутник, как сказал начальство. Отправляемся и направят. Держи нас подальше от драмы. Обученные пилоты один из важнейших препутатов земного протектората. Общеизвестно, что земные аты, мастерски маневрируя, уничтожают целые эскадридии врагов. У вас, в отличие от них, такие способности отсутствуют. Ну, спасибо, Нелли. Диагностика этого спутника займет некоторые бритвы. Давай вперед, я догоню. Дам. Рутина как она есть. Понимая наше мастерство маневрирования, мы должны демонстрировать этим ржавым консервным банком. Пошлик нулевой. Во-во. Ох уж эти юмористки. На самом деле, сделано приятно. Могло быть куда хуже. Тем более, что есть полная локализация. И это прекрасно. На самом деле, мне очень нравится вид Марса на заднем фоне. Сейчас мы подлетели к спутнику. Вот за этой югекс. Посмотрите, да, это один из самых маленьких кокпитов. Но, тем не менее, вот это вот кокпит земного директората. Он максимально хай-тековый. А другие кокпиты будут совершенно другими, как внезапно это оказывается. И сейчас мы уходим в космос. Для того, чтобы отремонтировать спутник. Пожалуйста, разрешение на стыковку. Лишились хода. Повторяю. Эльстренный вызов. База, у нас здесь сигнал детства с окраин сектора от гражданского корабля. У них явно какая-то чрезвычайная ситуация. Отказ двигателя. Прошу разрешения на расследование. В секторе Марс люди в космосе не гибнут, кадет. Расследование разрешаю. Итак, в самом охраняемом секторе солнечной системы Кто-то терпит с бедствием. Так, пустое пространство. Мы идем сюда. Пробуем все-таки обнаружить эту штуку. 20 километров. Заключаем. Сканируем. Так, аганом туда. Хорошо. Отличный корабль найден. Автопилот. Вылетаем. Интересно, что же нас будет там ждать. На самом деле, скорее всего. Что-то безобидное. Все-таки стартовая миссия. Ну, так никак. Мы только начинаем свое освоение. Так. Черт, подери. Это не совсем то, что я ждал здесь увидеть. Синроны. Синроны. Ускоряемся. У нас на хвосте противник. Шартье. Следующий противник. Вой. Наши пушки, кстати, очень даже убить силе против ксенонских кораблей. Отлично. Это что еще за... Какие-то порксеноны посылают ложные сигналы бедствия. Мягко говоря, ситуация странная. Натолкнуться, во-первых, на ксенонов на земле. Классификация. Это не очень нормально. Дороговец хай-теком. Экипаж. Погиб. Груз. Засекречено. Реконструкция событий. Обрабатываю. 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 Разрешение отозвано. Расследование прекращено. На этом достаточно. Этим займутся наши специалисты. А с вами, кадеты, мы еще поговорим. Причем очень скоро. Вольно. Разойдись. Окей, нам заплатили за эту миссию. Мы встретили ксенонов в земном секторе. Отличный начало. Протокол нарушили. Профиля вроде выговора не появилось. Ну, по крайней мере, наше задание по обслуживанию выполнено. Так что официально у нас, как я полагаю, отдых между вахтами. Давай попробуем еще что-нибудь разнюхать, пока с базы нам по башке не настучали. Ты вперед, я за тобой. Что здесь можно разнюхивать, я с трудом понимаю. Поэтому полетели просто на ближайшую станцию какую-нибудь. Ну, к примеру, сюда. Долетим до ближайших прыжковых врат. А там посмотрим. Это прыжок к Венере. Итак, подведем итоги. Давайте все-таки вот сюда. Это Ваня. Они знали торговый путь по окраине нашего укорененного центра. И нейтрализовали ближайшие спутники, чтобы сигнал бедствия не нашел куда следует. И вдобавок к всему, всевозможные разведчики все еще возвращаются к облокам. Хотя после инцидента прошло уже несколько дней. Что-то здесь нечисто. Ну да. Ситуация крайне странная. Если честно, попахивает какими-то манипуляциями. Дайте угадаю. В итоге выяснится, что плохой земной директорат пытается кого-то надуть. Возможно. Вообще, это забавная конкретная ситуация в современном земном секторе. Как видите, здесь нет никаких скоростных магистралей и прочего. Это связано с тем, что земляне находились долгое время в изоляции, судя по всему. Ну и не очень занимались инфраструктурой. Хотя вот это как раз таки странно. Вообще, обычно для полетов на такие дальние дистанции в системах есть специальные магистрали, которые ускоряют движение. И вам не приходится следовать на орбитальное базо снабжения, кстати. Надо будет посетить когда-нибудь. Обычно не приходится вот так вот подолгу лететь. Герпицит, ремонт спутников. Слушайте, у нас 40 тысяч кредитов. А давайте. Автор, ремонт отключено. Так, и где этот спутник? А, серьезно? Мы его и так отремонтировали? Прекрасно, замечательно. Хорошо. Гербицит доставить. 29. Похоже, на базе нас еще не разжаловали в 80-х. Нам только что прислали назначение на приграничное задание. Ага. Вот наше задание. Хватит ли вам решимости сделать шаг вперед и встать на защиту нашей исконной системы, как следствие всей сети врат? Готовы ли вы встать в один ряд с легендарными героями Земли и остановить ксенонскую угрозу? Ваш ответ да. В таком случае, верховная команда предлагает вам принять участие в новейшей программе Соло и помочь ополчению Солборн в одной из его эпохальных операций. Городную точку вы можете найти в приложении. Как я понимаю, это предложение как раз таки для ополченцев, чтобы люди, которые не родились на земле или не являются прям вот непосредственно прелегированными гражданами земного протектората, смогли бы в итоге в него войти. Что ж, нам предлагают сопроводить транспорт с важной военной поставкой. Ну, почему, собственно, нет? Принимаем. Сейчас получим координаты. Я не сомневаюсь, что ваша парочка не упустит такой шанс. Не разочаруйте меня. Будет исполнено. Уфритель. Плэс астероидов. Собственно, летели мы правильно, как выяснилось. Здесь осталось 70 километров. Это не так уж и много. Что ж, мы летим навстречу с неким военным кораблем. Судя по всему, чем-нибудь грузовым, точнее. Скорее всего, это будет транспортник под небольшим конвоем. Скорее всего, нам предстоит с кем-то сразиться. Возможно, даже снова с ксенонами. Вообще, ксеноны это местные роботы-терраформеры, которые вышли из-под контроля и теперь пытаются захватить галактику. Хотя, на самом деле, если покопаться в их истории, выясняется, что не такие уж они и злые. И там вообще все виноваты, в том числе. Но для нас важно то, что... Ой. Земная охрана кораблю Теладий, вы приближаетесь к запретному пространству земли. Пожалуйста, смените курс. Челодийский представитель фонда прибыльных торговых инвестиций, земному патрулю. Мы пытаемся найти возможности получения взаимных выходов. У нас не интересует. Мы настаиваем, чтобы вы сменили курс. Но мы, несомненно, могли бы извлечь обоим, был бы гибель из... Неприемлемо. Мы требуем, чтобы вы немедленно сменили курс. Может быть, мы сможем заинтересовать вас церк информации о... Мы приказываем вам немедленно сменить курс. Иначе мы будем вынуждены применять нередочные безопасности этой системы. Ладно, ладно. Мы меняем курс. Недополученная прибыль из этой досадной упущенной возможности будет поделена между всеми нами. Я, конечно, не уверен, но что-то мне подсказывает, что здесь пытаются показать, какие же плохие ребята из земного протектората бедных торговцев кошмарят. На самом деле, те лади во вселенной Икс, это те еще торгаши. Отвратительные, ужасные местами, потому что вообще не знают никаких тормозов. И корректно здесь, ну, что мешало ребятам торговать на окраинных системах, зная, что для землян солнце, ну, в смысле, имеется в виду, земля и ее окружение, это чуть ли не священная штука, которой вообще всяким там, даже не всем землянам-то можно, что уж говорить о всякого рода пришельцах, тем более таких, как те лади. Но нет, им надо было попытаться прорваться именно к солнечной системе, именно к земле, вместо окраинных секторов. Ну что ж, ну, реакция вполне себе законна. Туда нельзя. Хотя, они пытаются прорваться, им запрещают. Ну, логично вообще-то на самом деле. А нам осталось тем временем лететь всего лишь 131 километр. Уже даже меньше, пока я это произношу. Что ж, расстояния в Иксе, правда, большие, достаточно большие, но по космическим меркам, если говорить о реальном космосе, это достаточно мелочь. То есть, ну, господи, какие 100 километров, вы о чем? Тем не менее, сами перемещения в Иксе реализованы просто прекрасно. И вообще, на самом деле, я очень люблю осматриваться в таких кораблях. Жалко, что у меня нет второго пилота, потому что я бы смог просто слезть и поставить на кокпит во время движения, пока мой пилот занимается управлением. Здесь вот есть явно ресурсные астероиды, судя по всему, с водой. Возможно, когда-нибудь мы будем их добывать. Но будем ли, это еще вопрос. Так, мы подлетаем к станции. Ну что ж, вот это и есть то самое ополчение Солбан, о котором нам в новостях все уши проружжали. Некоторые считают, что все это затеяли из-за повышенной активности ксенонов, другие могут о своего рода рекламный ход, а может даже политическая игра против корпуса противостояния. Что я могу сказать? Пока что меня устраивает. Лишь бы заполучить эту самую благосклонность Верховного Командования. Отряды ополчения иностранного вспомогательного корпуса. Те из вас, кому-нибудь счастливого, садиться на поверхности земли, позвольте мне официально поприветствовать вас в рядах защитников сети Брат. Будь вы рождены в Солнечной системе, или даже прямо на самой земле, помните, что настоящее мужество и выдержка не в том, чтобы героически погибнуть, а в том, чтобы жить во имя главной цели – защиты нашей святыли. То, чтобы здесь – это уже повод для всей земли гордиться вами. Капитан, вам слово. Весьма признателен. Это капитан военного транспорта Кэрри Владного Клиния. Еще раз приветствую Солнечных и всей моей команды. Рад видеть, что ополчение держит свои обещания. Всем звеньям приготовиться к отправлению. Пожалуйста, остановитесь. Мы просканируем ваш инвентарь. Спасибо, это ополчение. Все число. Можете продолжать путь. Нам предлагают вступить в войну. Пока что мы не очень просто оснащены для всего этого. Мы сейчас входим в гравитационный колодец этого маленького кораблика. в кавычках маленького. Это транспортник, как и предсказывалось. И уже на этом транспорте мы полетим, судя по всему. Господи, полицейские, вы меня задолбали. Мы сейчас идем к вратам, как я понимаю, и будем прыгать. Отлично. У нас нет контрабанды. Замечательно. На связи, ваш капитан. Приближаемся к вратам солнца. Смотрите его, понизевайте. Надо подходить к синону. Займитесь сегодня. Ого. Мягко говоря, не маленькая флотилия. Как же я этого штат? Настоящая драка. Наш второй пилот очень рад ситуации и не очень рад ситуации. Потому что к синону правда много. Если не сконцентрирует огонь, то мы можем очень быстро превратиться поплавленный кусок металла. Но с другой стороны тут центральные системы. Было бы странно, если мы так быстро бы погибли. Тебя вот. Это сволочь. Ага, вижу тебя. Типлотно. Тише. Ти лазеры странные. Ну, не лазеры, импульсные пушки. Так, отлично. Три километра. Ускоряемся. Подобьем эту структуру. Есть. Отлично. Снова сближаемся с транспортом. Встаем на защиту. Так. Отлично. Мы прибыли к транспортнику. Фу, в принципе, это было бы странно, если бы мы не длились. Вот здесь вот здесь есть минец. Фосако. Фосакоэсин. Фосако. Фосако. Что-то мне нравятся эти сменчики. Син. Смотрите на эту прелесть. Хочу себе такое будущее. Фосако. Так же должно быть. От имени команды Гарри. Я благодарю вас за надежную защиту в Мариинске. Конечный отрезок нашего маршрута должен пройти без слышного. Да проще поверить. Посмотрим, что там еще. Окей. Вот наш аванпост о получении Солборн. Которому нам необходимо подлететь. Что ж. На этом этапе, я думаю, мы закончим нашу первую серию. В будущем серии, возможно, будут длиннее. Ну а пока. С вами был Макс. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает мой канал финансово. Так, ладно. Я не понимаю, с чего он удивляется. Это стандартная вполне себе станция. Военный аванпост до безминного поля. Надеюсь, хотя бы, что наравне попадутся те, у которых неисправная система освобождена. Задержите, я говорю. Ладно, на этом точно окончательно все. Большое спасибо всем, кто поддерживает канал. Спасибо тем, кто смотрит. Спасибо тем, кто репостит, кто ставит лайки. Вообще, всем спасибо. С вами был Макс. Ленивый канал. До встречи в новых видео. Пока.